Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать личинку ручейника, которая всплывает для того, чтобы приобрести другую форму жизни над поверхностью. Я промазываю слегка клеем цевьё, крючок беру граб-шримп и немножко буду подгружать его, так как он у нас ещё не совсем у поверхности. Продолжение следует... Я уже изготовил из лески вот такие глазки. Мы их прикрепим у нашего ручейника для большей привлекательности и реалистичности. Вот так. Добавим немножко на место крепления клея и будем крепить элементы. Подготовим наше тело, вскроем немножко свинец, придадим форму, так как то, что мы будем обматывать материалы при намокании, чтобы они не проявлялись у нас через наш свинец. Я подготовил в качестве чехлика кусочек плёнки обыкновенной полиэтиленовой плёночки. Вырезал вот, чтобы было видно такой формы для лучшего крепления. И креплю загиба. Слегка натягивая, ещё проматываю. И здесь начинаю крепить наши элементы. Для тела я буду использовать вот обыкновенная вот такая нить, которая имеет жёлтый цвет. Креплю её здесь. Здесь же закреплю кусочек лески 0,12 для сегментации моего тела. И крепим буквально одну бородочку пера павлина. Подровняем ещё наше тело, чтобы была симпатичная форма. И я делаю парочку узлов, чтобы нить моя не мешала и никуда не ушла. И начинаю делать обмоточку. Я делаю сперва 2-3 оборота в зависимости от того, как вы для себя посмотрите по толщине вашей пряжи. Перехватываю и делаю 2-3 оборота пером павлина. и. VirusOne. И. 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 Вы." И опять поменяли местами перо павлина, начинаем делать обмоточку желтой. И опять поменяли местами перо павлина. И опять поменяли местами перо павлина. Чтобы моя нить не убежала, я переставлю крючок, я подхвачу перодержателем и переставлю свой крючок. И продолжаем дальше намоточку. Мы промотали тело и теперь дошли до уровня. Для изготовления нашей грудки. Для придатков крылышков, которые у нее начинают прорезаться, я изготовил вот такой вырез из пера японской перепелочки. Креплю его сдерживая. Подровняли. Вот вышли вот такие у нас зачаточки. Убираем остатки. И теперь мы можем с вами изготовить грудку. Грудку я буду изготавливать опять же из пера павлина, так как более привлекательного материала я пока еще не встречал. Можно даббинг, который заменяет с цветом павлина. Но если есть возможность использовать это перо, я использую это. Ниточку я закрепляю парочкой узлов, чтобы она мне не мешала. И формирую грудку. Зачатки крыльев можно изготавливать как из пера CDC, так и из других перьев. Можно в принципе это изготавливать из остатков пуховых перьев индюка. Вот так. Грудка у нас должна быть достаточно пышной и достаточно объемной. Так как в ней должны просматриваться и объемность лапок, которые должны у нас вылезти. И другие элементы. Крепим наше перо. Крепим наше перо. Крепим наше перо. Так как у меня в дальнейшем будет использоваться другая нить, я эту нить убираю и возьму темную нить. Теперь мы берем нашу пленочку, я ее слегка подкрашу в коричневый цвет, так как спинка темнее. И крепим. Слегка натягиваем, следим за тем, чтобы наши крылышки не приминались. Вот где-то вот так. И я креплю в районе глазок. Закрепил. Пленку не отрезаю. Оставляю здесь же, чуть-чуть добавлю капельку клея. Так как полиэтилен материал не очень у нас надежный. И теперь я наклоню немножко, как мне удобно будет. Я буду сегментировать тело леской. Вот я засегментировал вот так наше тело леской. И обрезал ее в районе колечка. Теперь нам остается завершить нашу мушку. Я беру в районе колечка, прихватываю пленку парочкой оборотов. И перевожу ее вверх, в район головы, за глазками. И здесь крепим, делаем завершающий узел и остатки отрезаем. Вот мы с вами закрепили материалы. И теперь остается последний штрих. Я беру пару бородок охотничьего фазана. И нам их надо закрепить сверху. Так, чтобы напоминало нашей рыбке усы, которые уже прорезаются у нашего ручейника. Прихватили, выровняли, подтянули. И закрепили. Остаточки отрезали и сделали завершающий узел. Так что, я помню, где теперь работает по моим углеводателям. Расскажите, я думаю вам очень много всех. Я беру крючком в ручей, мастер. Теперь оценируйте. Сейчас начнете, и я беру крючком. Я беру крючком. Какая подняка была, я беру крючком. Я беру крючком. Я беру крючком. Как вы видите, теперь наша личинка готова для рыбалки. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Жду ваших комментариев.